всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале спасибо что заглянули на ночную обжираловку у меня здесь как будто микрофоны и я на каком-то очень важном совещании хотя вы знаете в универе у нас проходили какие-то такие мероприятия где нужно было выступать там что-то говорить я никогда нигде не была ведущей вот мне даже не предлагали не то что я отказывалась мне никогда не предлагали единственное я по 6 классе была старосты это произошло из-за того что наша учительница она по-моему проходила какую-то операцию или что такое и папа ей помог в денежном плане в долге естественно но срочно нужны были деньги и папа вытащил эти деньги и дал потом она естественно вернула все это но ко мне относилась намного лучше уйда развалился один прочитала в комментариях одна девочка написала что айка давай каждый раз у тебя будет какое-то блюдо разных разных стран я вот решила не просто разных стран разных национальностей например очень хотелось бы приготовить что-то из чеченской кухни напишите пожалуйста есть какие-то фирменные блюда я буду готовить и пробовать хочу такую рубрику за одно разнообразие и казахстан кому не сложно напишите пожалуйста в комментариях какое у вас национальное блюдо я слышала без шпармах если хотите могу его намутить не просто обязательно каких-то стран а каких-то народов с палочкой неудобно надеюсь мы обойдемся без подобных комментариев что нет это наше национальное блюдо там другие начнут писать что нет это наше очень надеюсь что мы обойдемся без всего этого мне кажется тем самым я внесу некое разнообразие в свой канал будет интересно и буду пробовать разные блюда у нас черные тоже постоянно есть вы слышите это это футбольное поле которое внизу нашего дома прям под моими окнами построили футбольное поле и каждый вечер до 12 до часу там играет футбол хорошо что я не на первом не на втором этаже потому что мне кажется там будет слышно все ужасно кстати как вам моя причесочка по мне ничего так получилось если честно хотел это сделать намного аккуратнее это бантик такое посмотрела в ю тубе туториал подумала господи как это легко делается всегда на видео кажется все проще чем в жизни здесь грибочки огурчик грудка помидорка листья салата просто обалденный клап сэндвич чем покупать можно легко забабахать дома смотрела интервью рома желудя пока красилась я помню как по нему все фанатели какие он контракты срубал а сейчас так обидно просто он пошел работать где-то в офисе вот так что блогинга ребят это дело временное и мне кажется не стоит обижаться я тоже понимаю что в какой-то момент меня просто перестанут смотреть я возможно перестану снимать как раз таки из-за этого но это не повод расстраиваться конец любого одного начинания это появление каких-то новых интересов новых возможностей посмотрел на него я помню это его песню все перелайк лайк помните все свое детство я просто была с планшетом и в ю тубе мне так нравилось мария уэй я смотрела всех блогеров прикол в том что мама не запрещала не ставил определенные ограничения что ты можешь не знать два часа полазить в планшете то есть никаких ограничений для меня не было у меня родителям даже не проверяли домашнее задание не знаю хорошо это или плохо никого бы со школой всегда разбиралась сама то есть я хорошо училась мне были только четверки и пятерки в один период у меня была всего одна четверка в универе конечно было сложнее в том плане что у нас некоторые предметы просто проходили на азербайджанском языке некоторые предметы проходили даже на английском языке и нам просто говорили что вы должны знать все три языка в совершенстве как вы думаете что я делала на последней парте когда изучали экономику и менеджмент на английском я смотрела ютубчик у меня учительница говорил ты прожигаешь свою жизнь смотря просто видео в ю тубе ничего подобного я очень много нового узнала как раз таки из ю тубчика я планировала это видео снять просто и тинг не болтать вы знаете это очень сложно грибочки как можно грибы не любить вопросики владислава задают вопрос владислава тебе огромный привет было ли у тебя в детстве такое что ты что-то украла из магазином такого не было но мне очень нравились одни сережки представьте как это мило очень нравились сережки а у нас просто не было денег нам были детьми так скажем как сейчас помню это были такие круги с камушками висячие сережки у меня брат узнал что мне не нравится он чуток постарше меня на два года он пошел и украл эти сережки представляете украл и принес мне это было так мило он открыл интернет и показал мне что лица не достигшие 14 летнего возраста не несут никакой ответственность то есть это было не просто типа чтобы украсть просто чтобы меня обрадовать не помню сколько нам было лет но мы были очень маленькими то есть это даже не подростковый период я помню когда я училась во втором классе у нас была такая расфуфыренная класснуха такая вся из себя все-таки на понтах в золоте в общем у нас постоянно начали пропадать какие-то ручки линейки карандаши мы говорили учительницы что у меня потерялась ручка учительница говорил поищи под столом над столом где хочешь ей было срать но потом начали пропадать и и вещи тоже и вот тогда она забила тревогу что что-то здесь не так кто-то эти вещи берет потом выяснилось что это одна девочка как выяснилось у девочки у одной была ручка такая и на конце этой ручки как объяснить такой шарик был необычная она потом эту ручку увидел у этой девочки сказала учительница прикиньте мы такие маленькие были и уже умные мы понимали что к чему не помню второй третий класс был может даже первый хотя нет первый наверно нет и потом она позвонила родительница родительница сказал да что вы говорите вы просто оклеветали моего ребенка теперь мой ребенок не хочет идти в школу а потом наш один одноклассник увидел как она кладет к себе в портфель чужие ножницы мы то в одном классе находимся постоянно полдня мы считаем вместе класс тоже у нас небольшой был сказал что я не заметил как я положил в сумку в общем за ней такой грешок был и вот недавно кстати узнала что она оказывается умерла от моей бывшей однокласснице я не знаю как у нее там судьба сложилась но хочешь не хочешь мы они уже думали как там не очень позитивно я из этой школы перевелась вы знаете в детстве но я не знаю только у меня так было или у всех любую вещь которая происходила моей жизни я воспринимала так остро вот эту ситуацию когда у людей пропадали вещи у меня правда ничего не пропадало я всегда боялась что вот меня обвинят в этом а вдруг все подумают что это я вдруг меня как-то подставят то ли вот постоянные просмотры каких-то детективов я когда выходила из класса приходила и проверяла свой пенал может мне туда кто-то что-то подкинул ужас я просто знаете я настолько переживала все ситуации через себя когда была маленькая у нас была около дома такая песочница я там играла то есть со своими этими игрушками у меня были такие грабли пластмассовые совсем мелкая была еще даже в школу не ходил но я реально настолько хорошо это помню как будто это было вчера подошли три ребенка ко мне но старше меня естественно наверное второй третий класс два мальчика и одна девочка я играла играла в песочнице они подошли и взяли мою одну граблю то есть у меня была такая пластмассовая грабля красная я в песочнице играл не только этой грабли но и другими игрушками просто грабли она как бы с краю была они шли-шли они шли-шли увидели граблю мальчик один взял граблю и говорит это теперь мое и два других ребенка девочка и мальчик тоже начали над ним угорать просто так отряхнул мою граблю от песка взял и пошел я до сих пор это так отчетливо помню если ты меня смотришь тот человек который взял у меня эту граблю верни то есть я наверное где-то год думала об этой грабле мама меня постоянно выводила что иди поиграю в песочнице я собрала все свои манатки пришла домой и говорю нет я туда больше не пойду мама такая что ты постоянно дома иди вот свежим воздухом подышь у нас частный дом был и вот около этого частного дома во дворе так скажем то есть казалось бы мелочь в детстве нам такие вещи казались просто глобальными сейчас я могу пойти не знание чуть машина не собьет я там чудом останусь жива и мне как бы плевать разные ситуации происходят и как-то ты проще наверное начинаешь относиться ко всем этим ситуациям сейчас то я понимаю эти грабли сколько они стоили пластмассовые фигня какая-то я не дома никому не сказала и потом больше уже никогда в этой песочнице не играла в общем я наелась мои хорошие уже вечер сильно нажираться не будем спасибо что досмотрели это видео до конца всех люблю целую всем пока пока